всем привет вы смотрите канал star drawing и это видео о том как можно использовать и для чего старые маркеры практически любые старые маркеры можно заправить чернилами причем чернилами как оригинальными так и другого производителя примеру я вот начинал работать маркерами литросет промаркер поэтому у меня уже накопилось достаточно много таких маркеров которые уже практически не оставляют никаких следов то есть уже практически сухие или допустим вот этот старый маркер бывший серый бывший черный я их заправляю чернилами 3 тоже литросет но только линейка 3 они химически ничем не отличаются поэтому отлично подходит для линейки промаркер вот этот серый я заправляю понемногу пока отложим чтобы линия была достаточно такая достаточно рваная то есть вот таким вот образом напоминает уголь а бывший черный я заправляю более так основательно и он уже немножко подсел ну практически как практически к новой так теперь собственно о самой заправке чтобы заправить достаточно быстро быстро и самый такой простой способ это капнуть чернилами на само перо то есть вы капаете сюда ну я допустим вот сюда капну потому что мне этот маркер нужен полусухим либо таким вот образом быстренько убирайте его перо она вы сразу впитывает чернила поэтому на какое-то время вам вот вы сделаете его практически новым так это быстрая такая заправка вот а чтобы заправить более основательно вам нужно добраться все-таки дом стержня до самого тампона для этого вы снимаете один колпачок вот добирайтесь и пропитывайте уже сам стержень чем больше вы чем больше вы его пропитаете тем более долго будет писать ваш маркер смотрите сами сколько вы будете заправлять конкретный маркер подождите какое-то время пропитается стержень и ваш маркер будет все-таки как новый нужно немножко подождать так ну теперь как использовать заново заправленные маркеры конечно любой рисовать и каждый рисовать чик найдет для себя много вариантов использования этих маркеров лично мне нравится делать ими такие небольшие зарисовки быстро по черкушке потому что благодаря вот такой рваной линии которые не дают пол растертой хорошо и быстро самое главное передавать фактуры поверхности к примеру показать какие-то скалы каменные материалы также можно и изобразить задний план очень быстро чтобы он получился таким растертым как будто в тумане так например я сделаю такой футуристический пейзаж с заброшенным кораблем на какой-то далекой-далекой планете вот в преддверии выхода нового эпизода светлых войн тема футуристические пейзажи меня сейчас очень привлекает поэтому нарисуем что-то что-то вот такое вот то есть какой-то заброшенный корабль выберем такую вот перспективу вот и покажем отдельно стоящую передний план так и отдельно стоящую фигуру человека который все это наблюдает всю эту картину так вот она полусухая линия она хорошо работает очень удобно и показывать дальний план дальний или средний так передний план сделаем по насыщенней маркером который заправлен заправлен по интенсивнее так обведем саму фигуру вот покажем тень кабину также этими маркерами пол сухими сочетание полусухого с хорошо заполненным отлично делать рисунки на высоком контрасте то есть показывать форму только черным и серым оттенками вот получается мы рисуем быстро и сразу лепим форму и покажем как этот дальний план чтобы наш рисунок не выглядел пустым какие-то скалы вот таким образом так ну и чтобы композиция не была пустой что тут в этом углу добавим вот то есть можно делать вот такие быстрые очень наброс очки которые буквально полминутки занимает так ну и последнее что можно сказать сегодня о старых маркерах это их возможность использования для намешивания на их базе какого-то нового индивидуального оттенка то есть пример вот этот голубой я хочу заправить сразу двумя чернилами чтобы получить интересный такой бирюзовый оттенок то есть и это запросто можно сделать пропитав стержень тампон сразу двумя чернилами главное чтобы ваш новый оттенок который вы хотите получить был близок по гамме к исходному маркеру чтобы не получилось каких-то серых грязных таких оттенков хотя и такие иногда необходимы в рисунке так что друзья не выбрасывайте старые маркеры сохраняйте их экспериментируйте заправкой добивайтесь интересных спецэффектов ваших рисунках на этом все с вами был старт черевко подписывайтесь на канал старт дровин чтобы не пропустить следующее видео о технике работы маркерами